Проклят тот, кто дело Господнее делает небрежно, и проклят, кто удерживает нечего от крови. Удерживает? Ну и что тут понятно-то? Вот Украина это делала, она заразила всю церковь православную. Как попало рукой мокрой, деньги дай. Крещение отменили. Совершенно нет. И Господь их наказывает. Послушайте, я был, я жил в Белоруссии, жил в Украине, жил в России. И так как у вас, вы понимаете, вы, у вас, вообще народ получается, у вас, если у вас на службах человек говорит, давайте молимся за Владимира Путина, за дьявола, в церкви. Это уже говорит, что ваша церковь от дьявола. В Украине никогда ни за одного президента молиться не будут. Да какой у вас президент? Клоун? Какой у вас президент? Кем он был? Клоун? О, дедушка, вы, я понял, у вас очень много дьявольщины. Вы понимаете, ну вот вы открыли, открыли. Заметьте, у нас с Украины много здесь, которые под даже этими епископами. И они не крещеные все, мокрые ладошки по голове. Это дьявола, человек, а дьявола, человек, патриарх ваш. Это явно он богач, он купается в золоте. Ну, мы сейчас считаем пророка Иеремии, а вас сатана куда-то мотнул в сторону. Это 700 лет до Христа проклят, кто дело Господне делает небрежных. Крещение дело Господне, венчание Господне. Вы напали на страну, вы напали на чужую страну. Да какую страну это пророк Иеремия говорит-то, не я. Ну что вы в самом деле-то, как пьяный? Вы неадекватный человек, потому что вы убиваете детей, и вы это защищаете. Да какое детей? Пророк Иеремия говорит про это. Вы дело Господне делайте небрежно. Пророк Иеремия